Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами сегодня претерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Мы с вами прочитаем 13 главу Евангелия от Иоанна. 13 глава нас погружает в атмосферу праздника Пасхи. За ней мы присутствуем на Тайной Вечере Иисуса Христа. И евангелист Иоанн начинает свое повествование торжественными словами. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире до конца, возлюбил их. Этой торжественной увертюрой Иоанн задает высочайший тон того, что в действительности это будет не просто иудейская Пасха, но некая другая Пасха, Пасха Сына Божия, и Пасха Новая, и Пасха Вечная, Вселенская Пасха. Слово «Пасха» на еврейском языке означает «переход». И воспоминание народа Израиля – это, конечно, прежде всего, переход через Красное море во время Великого Исхода, когда народ уходил из земли рабства, из Египта. Этот переход с одного берега на другой, переход от берега рабства на берег свободы, к земле обетованной, вспоминается в этот день на Пасху. Но для Иисуса Христа Его истинная Пасха будет состоять в возвращении к Отцу. Наступает час, пробил час, когда Он должен умереть, и Его смерть будет в действительности новым исходом. И более того, это будет не просто смерть, но это будет знак любви. И Иоанн здесь произносит очень знаковое слово «возлюбил до конца», то есть возлюбил совершенной любовью, чаша любви, чаша милости исполнена до краев. И Христу ее надлежит испить. Подобные же слова мы услышим в последний момент жизни Христа, когда Он произнесется, что это креста «свершилось». И вот здесь уже заявлена тема любви, которая дошла до своих высочайших и последних пределов. И вроде бы совершается обычный пасхальный ужин. Хотя, если внимательнее прочитать, мы увидим, что у синоптиков действительно последнее вечеря – это пасхальный ужин, который совершается по иудейскому обряду. И это означает, что Пасха начиналась уже на следующий день. Для Иоанна хронология представляется несколько иначе. Для Иоанна пасхальным ужином будет тот момент, когда Христос умрет на кресте, потому что он и есть заклонный пасхальный агнец. Хронология не совпадает. И поэтому символика этой тайной вечери у Иоанна обретает несколько другое звучание. Это не установление таинства Евхаристии, к которому мы привыкли, но другой жест, который выражает ту же самую истину. То есть тот жест, к которому мы привыкли мы в таинстве Евхаристии, как заключение Нового Завета, у Иоанна предстает как жест явления любви, смиренной любви через умовение ног. Точно так же, как Мария омыла ноги Христу накануне в Вифании, точно так же он сегодня умывает ноги ученикам. И это совершенно не вписывается в сценарий пасхального ужина и вызывает сомнение и даже сопротивление учеников. Другие знаковые слова, которые употребляет Иоанн, он указывает на то, что Христос снимает себе верхнюю одежду. И на Востоке одежда – это всегда знак достоинства. И поэтому сам по себе знак «снять одежду» у Иоанна предстает символом того, что Христос отдает свою жизнь, для того, чтобы потом опять облечься в новые одежды, для того, чтобы воскреснуть. Поэтому уже здесь заявлена тема смерти и воскресения, добровольного снятия одежд в этом смиренном жесте раба. По иудейским обычаям, даже иудей, оказавшийся в рабстве, имеет право не умывать ноги своему господину. Настолько этот жест непривычен и действительно подразумевает какое-то бескрайнее смирение и, может быть, кажется, самоуничижение человека. И Христос совершает именно такой жест. Поэтому нам понятна реакция апостола Петра, который в недоумении говорит, «Господи, Тебе ли умывать мои ноги?» И Иисус ему говорит в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Потому что окончательно эта любовь во всей полноте будет явлена позже, в момент смерти и воскресения Христа. Возникают другие интересные мотивы. Петр, понимая, что омовение ног делает его сопричастником какой-то тайны и судьбы, которая ожидает Христа, говорит ему о том, что не только ноги, но и всего меня омой. Но достаточно омовения ног. Почему? Потому что на Востоке ноги – это символ человека, который твердо стоит на своих ногах, означает праведник, который ходит своими путями. У него есть сила и есть понимание того, куда он идет. И поэтому омовение ног – это не только жест гостеприимства, но и это жест омовения прошлого. Потому что та пыль, тот прах, одновременно те ошибки, которые ты совершил в жизни, они как будто омываются для того, чтобы ты с новой силой, с чистыми ногами мог идти дальше. Именно поэтому Христос омывает ноги своим ученикам, потому что им предстоит новое служение, им нужна новая сила, к которой, может быть, они еще не совсем готовы и уж точно не понимают, что их ожидает. И здесь мы опять видим ситуацию суда, потому что там, где любовь касается своих запредельных высот и полноты, бескорыстия, благодати, обнаруживается тайна человеческого малодушия, трусливости и подлости. И здесь возникает тень Иуды Искариота. Иуда Искариот, как и любимый ученик Христа, занимает почетные места на Тайной Вечере. Более того, в синаптических Евангелиях мы видим, что Иуда Искариот – это единственный апостол, к которому он обращается напрямую со словом «друг». Он занимает какое-то привилегированное положение. И одновременно это становится пророчеством, потому что Христа должен предать именно великий друг, тот, с кем Христос разделяет свой хлеб, разделяет свою судьбу. Он должен возвеличить пяту свою, как говорит пророчество Псалма. И Евангелист Иоанн открывает нам тайну того, что происходит в действительности с Иудой. Мы понимаем, что не просто Иуда предает Христа, но в Иуду входит Сатана. И этот эпизод заканчивается очень характерным указанием. Иуда принимает хлеб, который преподносит Христос, и приняв этот кусок, тотчас выходит вон, выходит во мрак, и была ночь. Для Иоанна это не просто какое-то хронологическое указание о том, что спускается вечер, но это именно ночь духа, помутнение разума. Отныне Иуда всецело находится во власти Сатаны и уходит. Учитель остается один, лицом к лицу со своими учениками, и Евангелист начинает прощальную беседу, которая продлится на несколько глав. Очень сложно найти в этой беседе какую-то прямую нить. В ней нет прямой логики, к которой мы привыкли. Одна фраза вытекает из другой, и все по пунктам можно разложить. Христос говорит так, как у Него лежит на сердце, так, как говорят на Востоке, и это больше похоже на виноградную лозу, у которой ветви переплетаются. И очень трудно собеседнику порой следить за движением мысли, и потому что она постоянно возвращается с какими-то новыми образами. И первая тема, которая поднимается в этой беседе, о том, что приближается час прославиться Христу. Когда Иуда вышел, Иисус начинает слова. «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его. Дети» – это любимое слово Евангелиста Иоанна, когда Христос обращается к ученикам не просто к кому-то низшему по званию, как к ученикам, рабам, «но дети, чатца, недолго мне быть с вами, будете искать Меня, и, как я сказал иудеям, куда я иду, вы не можете прийти». «Так и вам говорю теперь». И следующие слова – это слова новой заповеди. И всегда, когда рассуждают о том, что вот есть Ветхий Завет, есть Новый Завет, есть какая-то новая заповедь, и вот чем же она отличается от заповеди Ветхого Завета, здесь мы должны понять очень важную вещь. Для евангелиста Иоанна слово «новый» не означает, что была какая-то Ветхая Заповедь, которая отменяется. В его языке слово «новый» означает «вечный». И в действительности это древняя заповедь, которая была от начала, и поэтому она пребывает вовек, это вечная заповедь, и поэтому новая заповедь в действительности означает «вечная заповедь». Слово «заповедь» в устах Иоанна тоже означает не какое-то повеление, как предписание закона, которое нужно исполнить, а если не исполнишь, то тебя ждет наказание. Нет, слово «заповедь» в его устах означает некую волю, некое желание, некий завет, который оставляет любящий тебя человек, как память о себе. И поэтому заповедь новую даю вам. «Долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Что же нового в этой заповеди любви? Потому что ведь и в Ветхом Завете тоже человек должен любить ближнего, как самого себя, и любить Бога. Но здесь открывается тайна, что истинным источником любви будет сам Христос. И тот жест омовения ног, который он совершил, и есть этот знак любви о том, что Бог, Отец, любит мир, и Сын – лишь знак этой любви, и источник этой любви – это Отец. Потому что наша человеческая любовь, когда мы любим себя, это очень важно психологически, это означает, что мы можем с уважением относиться к другим, но всегда это эгоистическая любовь. Она всегда начинается и заканчивается на нас самих, она замкнута на нас. Но здесь говорится о любви, источник которой в самом Боге, и это как некий круговорот благодати, благодати любви, которая существует между Отцом, Сыном и одновременно между учениками. И это нечто совершенно новое, к чему Христос еще вернется в последующих главах. И в заключении главы возникает проблема с Петром. И здесь апостол Петр выступает в какой-то параллели с Иудоискариотом. Иудоискариот отпал и погружается во мрак, и тоже некое помутнение ожидает Петра. Он возвращается к вопросу о том, куда идет Христос, куда же Он уходит, что мы туда не можем пойти. «Господи, почему я не могу идти за Тобою теперь? Я душу мою положу за Тебя». Петр исповедует свою бесконечную любовь, дружбу и верность Христу. И в этот момент звучат слова пророчества о том, что ожидает Петра. «Душу Твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю Тебе. Не пропоет петух, как Ты трижды отречешься от меня». И этими словами пророчества и предупреждения заканчивается 13-я глава. На портале экзегет.ру с Вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. 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 Санкт-Петербурга.